В Ташкенте состоялось 54-е пленарное заседание Сената Аули Маджлиса. Парламентарии рассмотрели ряд законов, в том числе касающихся обеспечения экологической устойчивости, таможенного брокера и доставки международных курьерских отправлений, экономии электричества и его рационального использования. Поднят вопрос обеспечения занятости населения, упрощения фитосанитарных требований. Наргиз Шаисламова подробнее ознакомилась с повесткой дня. Обычно пленарное заседание Сената проходит два дня, но это 54-е прошло за один день. Повестка дня была весьма насыщена. Невозможно выделить один какой-то конкретный закон и сказать, что он был самый важный, другие не важные. Все они имеют большую актуальность для дальнейшего развития нашей страны. Это и о фитосанитарном контроле, это и о занятости населения, энергоэффективности, энергетике в целом было посвящено целых два закона. А также сенаторы подробно обсудили закон об административных процедурах. В отличие от действующего закона, одобренный сегодня закон об административных процедурах, он устанавливает конкретный механизм рассмотрения обращения граждан и юридических лиц, устанавливает сроки принятия административного акта, определяет конкретные права и обязанности сторон, то есть государственных органов, которые будут рассматривать эти обращения, и права обращающихся лиц. Более того, настоящий закон, сегодня одобренный закон, он будет теперь охватывать более широкий спектр обращений. Обсуждался с сенаторами закон о внесении дополнений в закон Республики Узбекистан о лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах. В профильный документ вносится дополнение, устанавливающее порядок уведомления уполномоченного госоргана об осуществлении деятельности в качестве таможенного брокера и по доставке международных курьерских отправлений. Предусмотрена в нем и ответственность за осуществление деятельности без уведомления уполномоченного госоргана и за предоставление ложной или недостоверной информации уполномоченному органу о выполнении требований и условий, установленных для осуществления деятельности в порядке уведомления. Изменением подвергнется и закон Республики Узбекистан о карантине растений в связи со смягчением фитосанитарных требований. Законом отменяется требование фитосанитарного сертификата или свидетельства страны-экспортера при ввозе под карантинной продукции, на которую в соответствии с международной практикой не требуется получение фитосанитарного сертификата или свидетельства. Законы одобрены сенаторами. Тот закон, который мы рассматривали, он вносит изменения в закон о занятости населения. И поэтому этим законом будет наиболее эффективно, будет сейчас уже прозрачность такая соблюдаться и будет оказываться эффективная помощь именно социально уязвимым тем людям, которые еще не трудоустроились. В этом законе в первую очередь предусматривается, особенно доведение до незанятого населения, вовремя показывать вакансии трудовых мест именно электронной системе. Рассмотрим в Сенате закон о внесении изменений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности, направленных на усиление ответственности за незаконный оборот пиротехнических изделий. Закон о внесении изменений и дополнений в градостроительный кодекс Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы государственного управления в области градостроительной деятельности и разработки градостроительной документации населенных пунктов также был детально обсужден, а затем одобрен. Всего в повестке дня было 18 вопросов. Детально с итогами 54-го пленарного заседания можно ознакомиться на сайте Верхней Палаты Парламента senat.us. Продолжение следует...